МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня обсудили члены правительства. Другая тема еженедельной планерки – уборочные работы. Глава Чувашии поставил задачу максимально снизить потери. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. В этом году в большинстве домов предстоит заменить коммуникации, кровлю и лифты. Капремонт уже начался по пяти адресам. Проекты работ должны проходить госэкспертизу, но подрядчики к этому оказались не готовы. Наши проектные организации оказались к этому не совсем готовы. Ну, скажем так, затянулись сроки согласования государственной экспертизы. Не просто ведется и претензионная работа. Взыска на более трех миллионов рублей, но список должников не уменьшается. У нас порядка 37 тысяч должников еще остается. Соответственно, по ним будем работу проводить. Нужна претензионная исковая работа. А для этого нужны средства, для того, чтобы заплатить госпошлину, для того, чтобы получить справки из Росрестора. Это тоже миллион рублей. Не все нам удастся получить в ходе переговоров. Исковую работу также нужно вести. Но затягивать сроки ремонта недопустимо. Глава региона отметил, что работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. Большую озабоченность вызывает и процесс рекультивации пехтулинской свалки. Выбрать подрядчика пока не удается. Две жалобы были. Одна жалоба отклонена, а вторая жалоба частично удовлетворена. В городе принципиально подходит к этим вопросам, которые необходимо указать в конкурсном документе. Там простые такие замечания. И вот мы спотыкаемся уже третий раз. Вопрос сложный, но его надо решать. Это же не может месяцами длиться. Сезон уйдет. Зимой под снегом, что будете грунтше завозить? Вы ничего не сможете завозить. Аграриям необходимо решать другие вопросы. В большинстве районов уборочные работы затягиваются. Из-за недостатка тепла зерновые культуры гниют на корню. Влага буквально размывает картофельные клубни. Для таких культур, как кукуруза, где нужно почти до 3000, сумма активных температур должна быть подсолнечник, 2000-2300. На таких культурах, конечно, просто не созреют. На низинных участках и площадях с высоким залеганием грунтовых вод наблюдается застой воды, что затруднит проведение уборочных работ. Поддержку аграриям окажут. В правительстве республики разработали поэтапный план по снижению масштабов ущерба. Финансирование расходов по господдержке в плановом режиме мы должны вести. Также рассмотреть, где возможно, реструктуризацию задолженности по разным видам кредитов и так далее. Проводить мониторинг обеспеченности корма мест. Очевидно, что в этом году собрать большой урожай не получится, но это только полбеды. Могут вырасти цены на овощи и картофель. Конечно, овощная продукция не снизилась. По определенным направлениям, с ростом на 15%, по определенным видам продукции, это овощная продукция прежде всего, на 50-60% дороже, чем в прошлом году. И бабушки, конечно, пенсионеры высказывают, малобесмеченные семьи, что это сильно бьет по карману. В муниципалитетах после уборки урожая должны заработать ярмарки выходного дня. Чтобы не допустить роста цен, овощи и картофель необходимо продавать без посредников, отметил глава региона Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. На совещании с членами правительства обсудили и обращение жителей в адрес властей. Тревожный звонок поступил из «АллатРа». По словам горожан, одна из аптек, входящая в состав сети «Формация», наладила бурную торговлю противоэпилептическими препаратами, но используют жители их как альтернативу фанфурикам. Глава региона потребовал провести тщательную проверку. После жалоб горожан на работу провизоров, специалисты Минздрава выявили немало удивительных фактов. Только за последние полгода в АлатРскую аптеку поставлено 240 пачек противоэпилептических лекарств. Хотя по всей республике за последнее время реализовали четыре упаковки таких препаратов. Почему на них повысился спрос именно в АлатРе, непонятно. Может, там харусель сделали, кто-то интересы свои закладывает. Министр здравоохранения отметил, служебное расследование продолжается. Уже удалось выяснить, что противоэпилептические препараты в АлатРской аптеке чаще всего реализуют молодым людям. Хотя продавать такие лекарства без рецепта врача запрещено. Основные показы они применяют для лечения нейропатических болей и при снятии судорог при эпилепсии. Значит, капитен не включен перед тем же необходимых важных лекарственных препаратах. Получается прибыль любой ценой. Недопустимо, отмечает Михаил Игнатьев. Продавцы знают, что это за лекарства. Все же они с медицинским образованием в основном, так ли? Да, продавцы. Они знают, а зачем допускают. Хорошо, что кто-то не отравился и не стал инвалидом. Или станет скоро инвалидом. Мы об этом должны говорить. Провести служебную проверку и наказать виновных глава региона потребовал в двухнедельный срок. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Водоснабжение в Канаше восстановлено. Об этом в нашей телекомпании сообщил исполняющий обязанности руководителя госжилой инспекции в Канаше Александр Юркин. Напомню, на прошлой неделе из-за аварии на водоканале в трех районах города отключили водоснабжение. Кроме того, местный водоканал в сложном финансовом положении. Из пяти насосов работают только три. Поэтому набор воды на верхних этажах многоквартирных домов слабый. Около полудня в четверг на водопроводе произошла авария. Без воды остались дома трех микрорайонов. Практически сразу был организован подвоз питьевой воды. Была совместная встреча, совещание, где было принято решение пока полностью подачи водоснабжения. И сегодня население города Канаше дополучает полным объемом водоснабжения. Но в связи с тем, что налоговая инспекция вышла на водоканал банкротства, там объявлена сейчас временная управляющая. Судьбу школы деревни Кошмаш и Маргаушского района обсуждают на всех уровнях. Из-за веткости здания Роспотребнадзор признал ее негодной для обучения. Родители же надеются, что ее все же можно отстоять и пишут письма во всей инстанции. Взвесить все «за» и «против» попыталась наша съемочная группа. То, что школа в Кошмашах исчерпала свой ресурс, видно невооруженным глазом. Здание деревянное, оборудование старое. Да и специалисты Роспотребнадзора свой вердикт менять не собираются. Кошмашка – основная общеобразовательность школы. Не соответствует тренеру СанПИН. И здесь СанПИНовские пункты идут, можете прочитать. По какому виду не соответствует. Заключение вынесено, окончательное заключение 23 марта 2017 года. Первоначально новую школу хотели построить в самих Кошмашах. Были предусмотрены средства, 1,3 млн рублей из района бюджета. И они были направлены, целевые деньги, на проектирование новой школы. Можем своим глазом убедиться, что эта территория рядом со старой школой находится. К этому месту уже сделана дорога. И чтобы решение вопроса демографического, чтобы больше семей было, чтобы рождалось больше детей, запланировано выделение земельных участков под строительство, индивидуальное жилье строительство в количестве 90. Решение депутата вполне объяснимо. Если рядом построят дома многодетные семьи, то новая школа вполне заполнится. Министерство образования Чувашии предложило жителям села два варианта. Первый – возить детей в Маргауши. Средняя школа входит в топ-200 лучших сельских школ. Столовая на 250 мест, оборудование по последнему слову техники, обновленный спортзал и туалеты, оснащенные по программе «Доступная среда» говорят о полной готовности к новому учебному году. Но есть одно «но». По новому санпену мы можем принимать только 785. Поэтому мы в этом учебном году вынуждены перейти на вторую смену. Выводим в этом году и пятые классы. И, конечно же, переход на вторую смену налагает на нас дополнительную нагрузку. Это подвоз детей, это питание детей и занятие детей дополнительным образованием. Кошмарская школа, она находится в шаговой доступности практически от центра Косинской школы. Центра Косинской школы, она недогружена по санитарным правилам тоже. И есть возможность принять детей в кошмарской школы. Без дополнительных таких, скажем, нагрузок. У родителей свои резоны. В гостях хорошо, а дома лучше. Вы думаете, в Маргауши родители очень счастливы будут принимать столько детей? У них своя жизнь там, причем дорога, причем что-то. Когда можно вот в этом райском уголке, я вот оттуда приехала, прелесть было гадать. А там в Маргаушахе я недалеко живу. Там проходить невозможно. Там постоянно машины, машины. Родителям будет тяжело. Потому что, начиная с первого класса, тут уже сказали, я повторяться не буду. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый классы. Родители уходят на работу, они говорят. Ага, сынок, из школы придешь, это будешь делать, то-то, то-то, то-то. А там автобус ждет, нету. А здесь уставаются, после урока остаются, бегают, играют, футбол, волейбол, по вечерам собираются. А там автобус надо ждать. В Сеатре Косах по тому же Новому Санпину школа рассчитана на 225 мест. Пока здесь обучается 158 детей. Вместить еще около 80 кошмарских учеников тоже весьма проблематично. Мы бы рады сохранить эту школу, но эта школа, она старая, и, соответственно, все те федеральные структуры, которые уполномочены принимать решение по разрешению на эксплуатацию того или иного здания, дали отрицательное заключение. Какое качественное образование мы там можем предоставить детишкам, когда у них оборудование, вот это оборудование допотопное где-то 60-70-х годов, так, да? Они маленькие стоят. Да. Спортивные площадки, там уклон где-то градусов 7-8. Какое качество, значит, мы оказание можем оказать? То, что качественное образование можно получить только в современных школах, никто не отрицает. Перестраиваться и педагогам, и ученикам, наверное, будет не так легко. Но время диктует свои условия. Главное, чтобы ребята получали нужный объем знаний. Рекламный хаос, благоустройство города и подготовка к отопительному сезону стали основными темами планерки в столичной администрации. С подробностями Родион Архипов. На отдельных фасадах зданий столицы Чувашии довольно часто встречаются хаотично размещенные рекламные вывески. Это нарушает внешний вид улиц, целостность композиции и отделки фасадов. Отдельные здания даже потеряли задуманный архитектурный образ, уверены специалисты городской администрации. Хорошо бы исправить ситуацию, да и только нет документа, регламентирующего порядок размещения рекламных конструкций. А следовательно, отсутствуют способы административного воздействия за самовольную установку и нарушение внешнего вида города. Однако есть поручение Минстроя России, требующее навести на конец порядок в этой сфере до конца текущего года. Было поручено организовать работу, направленную на избавление городской среды от визуального мусора. Необходимо в срок до конца 2017 года разработать местные регламенты и нормы, четко определяющие правила размещения вывесок. Установившаяся на конец летняя погода подарила людям и хорошее настроение. Однако его жителям и гостям столицы Чувашии чуть было не испортил неприятный запах, витавший в воздухе. Пока причина точно не установлена, но глава администрации города Чебоксары Алексей Ладоков, воспользовавшись поводом, обратил внимание представителей столичных служб и на ситуацию с мусором на территории Чебоксарского пляжа. Со стороны очистных сооружений мы поставили несколько скамейок, говорили о том, что там должны стоять урны. Вот этих урн нет. Тысячи людей ходят на центральный пляж. Запах стоит у сам узла. Он что, не вывозит своевременно? Бумага есть? Нет? Запах стоит. Значит, не своевременно вывозят. Прошу обратить на это внимание. В Чебоксарах полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Соответственно, увеличивается количество плановых отключений инженерного оборудования. Жилой фонд подготовлен на 64%. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на 54%. Время идет, так что ремонтные работы необходимо ускорить, подчеркнул глава администрации города. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В столице Чевоши подвели итоги социально-экономического развития за первые полгода. Индекс промышленного производства составил 103%. Большая часть предприятий увеличили объемы. Средняя заработная плата выросла на 8% и превысила 28,5 тысяч рублей. Увеличились налоговые поступления в бюджет. Во многом благодаря оживлению работы на предприятиях концерна «Тракторные заводы». В то же время спад производства регистрируется на отдельных предприятиях легкой промышленности и строительной отрасли. В последнем случае и западение спроса на жилье. Серьезную заботчинность вызывают и несостоявшиеся аукционы на рекультивацию пехтулинской свалки. Вы знаете, что ЧПАПСА попал в программу, национальную приоритетную программу, так называемую «Чистый город». И на это дело выделено средство, более 300 миллионов рублей, с учетом республиканской, федеральной и мусплани, даже сумма почти 400 набегает. 15 апреля начались аукционы. Не буду повторяться. Бюджет города по доходам за январь-июнь 2017 исполнен в сумме 4,6 миллиарда рублей. И это на 19% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Расходы увеличились на 18%. Поступление собственных доходов в бюджете на 2017 год запланировано со снижением к уровню 2014 года, отметила министр финансов Светлана Янилина. Если на 2017 год по нашим плановым цифрам, собственные доходы на душу населения, это всего-то меньше, чем даже фактически у нас получилось в 2014 году. 8 тысяч рублей в 2014 году имели большее значение. И, соответственно, мы поднимем 15-й год, поднимем 16-й год по сравнению к 2014 году. Это тоже некий сигнал по работе нашими собственными доходами. Между тем, налоговый потенциал у города огромный. Необходимо активнее работать с организациями и предприятиями в части уплаты налогов, создания дополнительных рабочих мест, легализации серой занятости. Обсудили и перспективы развития столицы. По мнению депутатов, в реконструкции вслед за Московской набережной нуждается и Казанская, и территория у Никольского источника в Геронтьевской пустыне, и въезд в город со стороны Новочебоксарска. Неплохо прижилась новая форма работы – инициативное бюджетирование, когда жители сами выходят с предложениями о благоустройстве и разделяют с городом затраты. Повысилась финансовая дисциплина горожан. С 2015 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Чебоксарах имеет положительную динамику. Средний уровень собираемости в начале 2015 года был минимальным. Вы все помните, жители не хотели платить за капитальный ремонт. Уровень сбора составлял тогда 35%. По итогам отчетного периода этот показатель составляет 78%. Председатель госсовета Валерий Филимонов отметил, в целом в Чебоксарах наблюдается положительная динамика социально-экономического развития. Но и сделать предстоит немало. Елена Гальперина, Расиль Мухаммедов, Республика. Теневая зарплата – это не только уклонение от налогов, это и социальная незащищенность самих работников. Сотрудники налоговой службы в очередной раз проверили недобросовестных предпринимателей. Обо всех оттенках серой зарплаты в нашем репортаже. Магазин в самом центре столицы республики. Место популярное. Покупателей даже в разгар рабочего дня много. Как и следовало ожидать, посетителям форуми здесь не очень обрадовались. Администратор исчез, как по волшебству. Сотрудники налоговой службы и наша съемочная группа администратора так и не дождались. Зато успели пообщаться с продавцами-консультантами. А вы, наверное, по трудовой работаете или нет? Без трудового оформления. А зарплату как получается? По договору 8. А отпускные оплаты? Это по трудовой нет. По личной тоже нет. Девушки признались, что каждые 3 месяца директор, которого они даже в глаза не видели, заставляет заключать их новый контракт. Когда договор заключается на такие короткие сроки, работодатель с легкостью может уйти от уплаты налогов. Никаких социальных гарантий у работников этого магазина, естественно, тоже нет. Ну вот, а сплаты вам не давали? Нет, не давали никакой. То есть вы не знаете, сколько с вашей зарплаты отчисляются налоги? Ну, это мы ничего не знаем. Вы ничего не знаем? Нет. И тоже насчет отчисления страховые износы за вас на вашу будущую пенсию? Ну, естественно, там какие могут быть там взносы. Еще одно нарушение. Мы наличие контрольно-кассовой техники не видим здесь. Посмотрим, с какого времени работает. Будем налогоплательщика приглашать в инспекцию. На отдачу пояснений. В другом месте проверки замечания появились еще на входе. Как мы видим, даже нет вырезки, ни режима работы, ни официального названия, что это за заведение, мы не видим. За железной дверью оказалось кафе. Девушки-официантки сразу признались, что работают неофициально, и это их полностью устраивает. Это по вашему согласию? Да, потому что намного меньше денег. Так у нас зарплата маленькая. Например, вообще-то чувак с арки, что никак не прижимешь на такую зарплату. Сотрудники налоговой службы пригласили хозяина этого заведения на комиссию по легализации налоговой базы. Такие проверки проводятся постоянно. Только за полгода их было более 800. По результатам которых 194 работодателя повысили заработную плату, либо заключили трудовые договора со своими работниками, 40 налоговых агентов представили расчеты по форме 6 НДФЛ, тем самым легализовали свою налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, 24 плательщика представили расчеты по страховым взносам. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Благодаря быстрому развитию информационных технологий, мессенджеры переходят в разряд самых используемых средств коммуникации. Но до сих пор они находились вне правового поля. Госдума России в преддверии летних каникул приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельности мессенджеров. По мнению депутатов, он позволит предотвратить появление в социальных сетях сообщений экстремистского толка. Этот закон принят и направлен на то, чтобы, во-первых, в законе прописать, что существуют такие информационные системы, дано им понятие, характеристика. Во-вторых, сделано все возможное, чтобы эти мессенджеры просто соответствовали законодательству Российской Федерации. Если, например, Роскомнадзор обращается к администрации этого мессенджера, что необходимо заблокировать группу, которая, например, заподозрена в Российской Федерации в экстремизме, в терроризме и так далее, то они должны это сделать. 12 июня из Магадана начал движение автопробег, крестный ход, большая Россия, державный покров. В минувшие выходные его участники добрались до Чебоксар. 5,5 тысяч километров уже позади. Впереди еще дорога до Крыма, а потом и обратный путь. В путешествии по стране для Александра самым сложным испытанием оказались дороги. Дорога. Это вот самая дорога плохая у нас идет от Магадана. Там я два колеса пробегу. Дорогу и другие испытания пути участникам, как они сами говорят, помогает преодолевать Богоматерь. По стране они едут с иконой Казанской Божьей Матери и Державный Покров. Сам образ, этот Казанский образ Божьей Матери, он всегда сопровождал наше воинство. Он всегда покрывал нашу державу российскую. И именно с этим образом воины наши шли освобождать нашу Родину. Сейчас в мире непростая политическая ситуация. Организаторы надеются, что автопробег с этой иконой будет способствовать сохранению народного единства. Параллельно идет сбор гуманитарной помощи Донецкой, Луганской и Народным республикам. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии регулярно проводятся крупные всероссийские и международные спортивные мероприятия. Во вторник, 1 августа, в Чебоксарах пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике. С 1 по 6 августа более 200 спортсменов из 50 регионов страны будут бороться за право выступать на мировом уровне. На главном помосте в центре маунтинбайка развернется бескомпромиссная борьба за медали чемпионата. Прежде чем попасть на соревнования, спортсмены прошли жесткий отбор. Попали только 15 лучших в каждом весовой категории. Это мужчины и 12 лучших в женщины. Вот и смотрите какая конкуренция. Это лучшие. И поэтому борьба будет очень жесткая, скажем, да. И результаты будут высокие. Не зря все-таки это чемпионат, отбор чемпионату мира, который пройдет у нас в конце ноября. В Америке, в Анахеме. В рамках чемпионата судьи, эксперты, спортсмены обсудят актуальные проблемы спорта. Сейчас такая политика в мире творится, что в России немножко стараются укусить ее. И поэтому наша задача это не дать повода. Значит, спорт должен быть чистый, никаких допингов. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. А впереди вас ждет еще полезная информация. Мы продолжаем рубрику «Правовые новости» с компанией «Гарант». Сегодня мы рассмотрим несколько последних законодательных инициатив. Первое. Бизнесменом можно будет стать с 14 лет. Законопроект о внесении соответствующих поправок в Гражданский кодекс рассматривают в Госдуме. Согласно документу, заниматься предпринимательской деятельностью можно будет с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Сейчас же возрастная планка – 18 лет. При этом гражданин должен быть полностью дееспособным. Эмансипация, объявление подростка полностью дееспособным, предлагается также проводить в отношении лиц, достигших 14-летнего возраста. Отметим, что сейчас признанными дееспособными в порядке статьи 27 ГК РФ могут стать несовершеннолетние в возрасте 16 лет и старше. Следующее нововведение. За нарушение правил пожарной безопасности при обращении с пиротехникой увеличат штрафы. Для граждан эта сумма составит от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц ИИП – от 40 до 50 тысяч, а юрлиц – от 400 до 500 тысяч. Сейчас эти штрафы меньше почти в два раза. Основную часть пострадавших составляют дети и подростки. Поэтому необходимо предусмотреть более жесткие санкции для распространителей бытовой пиротехники для снижения количества случаев детского травматизма, связанного с использованием пиротехнических изделий. Также разработчики законопроекта считают, что усиление ответственности заставит организации торговли добросовестно выполнять возложенные на них обязанности. Минтранс России предлагает доплатить за мобильный телефон в самолете. Новые авиационные правила серьезно ограничивают перечень предметов, которые можно бесплатно перевозить в салоне. В списке остались дамская сумка или портфель, портплет с костюмом, детская люлька и детское питание, костыли и кресло-коляска. Эти вещи не будут учитывать при расчете веса ручной клади. Минтранс России может установить минимальный вес ручной клади, определяемый авиаперевозчиком для провоза в салоне самолета, который предлагается установить в размере не ниже 5 кг. Также уточняются положения правил воздушных перевозок, касающиеся возможности суммирования общего веса бесплатно провозимого багажа пассажиров, совместно следующих в один пункт назначения. В случае утверждения новой редакции правил, эта норма будет применяться только к пассажирам, имеющим возвратные билеты.